Приветствую вас, давайте мы рассмотрим ответы на ваш вопрос. Первый вопрос, значит, моногамия это вообще естественно для человека. Понимаете, в чём дело? Моногамия создаёт, так сказать, умножение человеческого фактора, если можно так выразиться. То есть, это означает, что, например, в жизни одного мужчины существует не одна женщина, а, скажем, две или три. И эти женщины, две или три, в принципе, не могут создавать для мужчины чувство стабильности, чувство спокойствия, чувство равновесия. Все мужчины, так или иначе, все люди, точнее, все люди, и мужчины, и женщины, все они стремятся к равновесству. Все они стремятся к стабильности. Даже если какой-то мужчина ищет, там, адреналина, ищет каких-то новых впечатлений и так далее, всё это по-большому ждёт стремления к стабильности. Ну, потому что мужчина, например, чувствует себя стабильным только когда он получает, там, новые впечатления, адреналина или что-то ещё. Вот. И, исходя из этого, исходя из того, что все люди коммунистатичны, моногамия неестественна. Моногамия, скорее, это характеристика неудовлетворённых желаний, это характеристика духовной, эмоциональной распущенности, неконтролируемости и так далее, бесконтрольности. Вот. Это, скорее, проявление определённого невроза, да. То есть, вот вы говорите, например, что мне общения со своим мужчиной мало. И это нормально. То есть, вам общения со своим мужчиной мало, это нормально. Парадокс в другом. Парадокс в том, что вы выбрали себе такого мужчину, с которым вам общения мало. То есть, вы с ним эмоционально до конца не раскрываетесь. А значит, здесь либо стереотип при выборе мужчины, либо недооценка себя. То есть, я недооцениваю себя и не считаю, что достойно мужчине, с которым мне было бы хорошо, с которым мне было бы идеально. Вот. Это, значит, аспект первый. Второе. Человек по природе слоей полигам, полигамное существо. Я скажу так, что если человек полностью удовлетворён, то есть, удовлетворены его потребности, то да. Человек полигамное существо, потому что в этом плане это всё элементарно. Приходится допрачивать меньше энергии на, например, то, чтобы достичь, там, допустим, другого партнёра или что-то ещё. То есть, просто закон сохранения энергии здесь работает. В этом плане человек по природе слое существо полигамно. То, что в первобытном обществе были моногамные семьи, это говорит, ну, о так называемой их культуре. Вот. Поэтому столько мучений людей в браке. Нет. Люди мучаются в браке не по этому. Люди мучаются в браке, потому что у них завышенное ожидание от себя и от других. В частности, от супругов. У людей нет полной удовлетворённости с супругами, потому что они выбирают супругов для каких-то иных целей. То есть, брак по расчёту. Вот. И у людей проблемы с собственным восприятием себя. То есть, дисгармония внутри. Вот. Неудовольство и разочарование пищевые – это всё оттуда. Разочарование, так это вообще следствие, собственно говоря, того, что человек чего-то ждёт у другого. При этом не хочет брать личную ответственность за то, что он ждёт. Некоторым достаточно просто помечтать и всё нормально. Ну, правильно. Понимаете, вот фантазии… фантазии… фантазии более частые, если неудовлетворённость находится как бы в пределах нормы. То есть, в психологии есть такое понятие, как откладывание удовлетворения своего желания. Вот так. То есть, если ребёнок хочет, да, ребёнок хочет, например, там, ну, я не знаю, конфеты-конфету, например. Он её хочет получить здесь и сейчас. Он не хочет устать, он не хочет, там, знать, что, например, денег нет или всё, конфеты кончились, все это его не интересует. Он просто хочет конфеты, он её требует. Если он не получает её, он начинает, там, плакать или агрессию, что-то ещё. Врослый, в отличие от ребёнка, может сказать, так, я хочу конфеты, но я могу её, там, например, съесть только, там, через, например, пару дней, когда она появится или когда у меня появятся деньги. И взрослый сделает это, но при этом, скорее всего, за эти два дня он будет мечтать об этом. И это нормально, это нормально. Потому что сами желания, они, как правило, беспредметны. То есть, сами желания, они слепы, слепы и образы желания могут быть разные. Образы желания могут быть разные. То есть, например, если женщина сексуально возбуждена и она, допустим, хочет любить своего мужчину, то она понимает, что она ни с кем, кроме него, спать не будет. Но если в это время она видит красивого, ну, привлекательного для неё мужчину, ну, скорее всего, она будет испытывать к нему влечение. Просто потому что желание слепа. Можно ли считать, что в данном случае мечты подразумевает полигамность? Я думаю, что нет. Дальше. Так, кто-то, кто-то хочется попробовать. Попробовать хотят те, у кого не удовлетворенно достаточно сильно. Но думают об этом пусть не все, но большинство. Ну, например, в России, где достаточно низко интеллектуально, низко эмоционально интеллектуальные люди. Да, шутка, в России, именно, действительно, может быть, большее количество думает об измене. Но я полагаю, что как-то вот территориально обусловленный низкий эмоциональный интеллект ни в коем случае не означает того, что есть на самом деле. Что дают человеку подобные виртуальные знакомства и общения, пишите вы? Подобное времяпровождение дает именно то, что дает времяпровождение. То есть структурирование своего времени и получение тех эмоций, тех вещей, которые человеку нужны. То есть, если, например, вам общения мало, то получается, что вам чего-то не хватает. Каких-то базовых желаний. Базовых желаний по маслу. Я сейчас не буду говорить, какие. Если вам интересно, вы сможете сами это узнать или там проконсультироваться об этом. Вот. Дальше. Является ли это поводом для беспокойства? Поводом для беспокойства кого? Надо обязательно уточнить, потому что не совсем понятно. Если говорить, например, о вас, да, то для вас это поводом для беспокойства является только в том плане, что вы ставите под угрозу ваши отношения с мужем. Вот. То есть, если вы отношениями с мужем дорожите, то, да, для вас это повод для беспокойства. Если вы, например, работаете за себе и беспокоитесь о себе, любите себя, и любя себя, понимаете, что как бы вот то, что вы делаете, это, ну, как-то странно немного, да? Вот. Да, точно. Тоже повод для беспокойства и есть. Если это говорить о муже вашем, то для него это тоже повод для беспокойства. Получается, что он вас не удовлетворяет полностью. Что, в общем-то, тоже достаточно серьезный повод для беспокойства. Понимаете, если бы вы просто общались с мужчинами в сети, да, и просто, вот, например, как вы сказали, да, что вы творческий человек, просто обсуждали бы какую-то работу, просто обсуждали бы какие-то детали, которых, может быть, муж не понимает. Это нормально. Это нормально. Потому что, допустим, математик, да, или физик, он не может со своей супругой, да, или супругом, он не может обсудить свою работу. Потому что его супруг или супруга, там, грубо говоря, там, литератор, может быть, да, или журналист, или еще что-то, то есть, ну, в другой профессии человек. Вот. И здесь, в этом, в узкоспециальном профессиональном аспекте, люди расходятся во взглядах, и это нормально. И человеку, естественно, нужно общение профессионалов. Это тоже порядка вещей. Но с ними человек не ведет каких-то откровенных разговоров, потому что это уже общечеловеческое общение. И это нужно вести с самым близким. Вот. Если, если с близким такие разговоры вести не получается, то можно говорить о степени близости между супругами, а также о выборе. Общение получается неполноценно. Да, общение получается неполноценно. Вы правы. Но в силу того, что вы, например, себе запрещаете полноценное общение, в силу, например, того, что вы можете считать, что вот я, например, вышла замуж за своего мужа, и, допустим, не могу встречаться с мужчинами, которые мне нравятся, или я вышла замуж за своего мужа, и не могу теперь рассчитывать на какую-то... Ну, в полную откровенность, может быть, или что-то в этом роде, то в этом случае для вас это общение является полноценным, в силу того, что это единственный возможный вариант. Другое дело, что само состояние, при котором вы себе запрещаете, или ваш выбор мужа был не свободен, это неполноценно. Но это уже, опять же, другая история. Почему человек, грубо говоря, считает такой способ общения? Ну, потому что, во-первых, это безопасно, его всегда можно прекратить, во-вторых, это, опять же, закон сохранения энергии, в том плане, что на такое общение, по сути, не нужно ресурсов, да? То есть, не нужно тратить время, деньги, чтобы куда-то ехать, там, не нужно объяснять, например, мужу, куда вы едете, и так далее. То есть, это всё очень легко, легко. Дальше, мой муж кое-что увидел из переписки, и начал беспокоиться, задавать неприятные вопросы. Как лучше с вами объяснить ситуацию, чтобы не портить отношения? Ну, во-первых, надо сказать здесь так, что, если ваш муж увидел вот что-то откровенное в переписке, да, что-то интимное в переписке, то никаких аргументов вы не найдёте, чтобы отношения не испортить, либо отношения, по сути, уже испорчены. И любой ваш ответ, он либо подтвердит, что отношения испорчены, либо будет убеждать в том, что они не испорчены. Поэтому здесь, если мужчина увидел, ну, опять же, надо смотреть, что именно мужчина увидел, понимаете? Тут надо исходить из этого. И в зависимости от того, что мужчина увидел, нужно говорить, что, да, дорогой, наши отношения в этом ухудшились, я не решалась тебе сказать, прости меня, вот, я просто боялась, например, что ты меня не поймёшь, давай там об этом поговорим или что-то в этом роде. То есть, самым лучшим выходом для людей, если они любят друг друга, это признать проблему, и начать её решать. Либо самостоятельно, либо через специалиста, психолога и так далее. Аргументов никаких, соответственно, приводить не надо, потому что все эти аргументы будут выглядеть эгоистично, лицемерно и так далее. Подобного рода общения с мужчинами можно оценивать как измену. Я бы сказал, что это очень субъективный вопрос, потому что, видите ли, существует такой грех, да, вот, ну, вы как христианка поймёте, наверное, о чём я говорю. Как в прелюбодеянии, да. И вот прелюбодеянием, с этой точки зрения, считается, по сути, любая откровенность мужчиной, где рассматривается исключительно гендерная, как сказать, принадлежность. Да, то есть любое общение, не связанное с чем-то отвлечённым, общим и так далее, вот это вот прелюбодеяние. С этой точки зрения, да, это измену. Но с этой же точки зрения получается, что даже не в таком случае не обязательно доводить отношения с другим мужчиной до секса, например. И до флирта тоже не обязательно доводить, вам достаточно просто побыть какое-то время с мужчиной очень близко, посидеться рядом и вот всё, вы уже по сути изменили. Поэтому здесь все отличается индивидуально. Во-первых, пропускается через вашу собственную систему ценностей и через систему ценностей вашего мужа. Мне кажется, что если ваши разговоры с мужчинами в чём-то принижают своего мужа, вашего мужа, а вы сказали, что вот вы можете позволить откровенно себе с теми мужчинами такую, какую не позволили, ну не могли позволить себе со своим мужем, вот любое принижение вашего мужа, то есть то, что может делать ваш муж, но вы сознательно выбираете для этого другого мужчину, вот это является изменой. То есть, если вы, например, хотите поговорить о творчестве, а ваш мужчина не творческий человек, в праве искать себе другого человека для этого, это неизменно. Если вы просите, например, мужчину забить гвоздь вам, да, в стену, зная при этом, что это может сделать ваш муж, и вы этого не делаете, и это не обусловлено там срочностью, угрозой для жизни и прочее прочее, то это по сути измену. Надеюсь, что я понятно вам ответил на ваш вопрос. Другое дело, на ваши вопросы точнее, другое дело, другое дело, что принижение иногда и часто видят там, где его нет. И это уже является следствием неуверенности в себе, вот, но, как вы сами понимаете, что это уже проблема того человека, который видит подобные вещи. Значит, вы пишете, у меня есть муж. Вы знаете, вот мне почему-то показалось, что здесь своего мужа вы воспринимаете скорее как, знаете, как вещь, как домашнего питомца, может быть, как какой-то предаток. Я могу ошибаться, но, тем не менее, мы с ним, в принципе, счастливо живём, что живёт какая-то рационализация. То есть, что значит, в принципе, счастливо? Вы живёте либо счастливо, либо живёте несчастливо, а, в принципе, жить счастливо нельзя. Здесь какая-то рационализация и избегание, на мой взгляд, игнорирование проблем, на мой взгляд. Опять же. По крайней мере, между нами никакого глобального негатива не происходит. Ну, это позиция, знаете, такого жёсткого середняка. Это термин, взятый мной из терминологии транзактного анализа. Вот так, можете это посмотреть, то есть, как бы, я вас не оскорбляю, ничего. Потому что вы говорите, по крайней мере, между нами нет глобального негатива. Глобального негатива, может быть, нет, но локальный негатив есть. И этот локальный негатив и направляет вам жить. Вот. Это проблема. Вот. Живём примерно восемь лет вместе. Знаете, ну, многие клиенты жаловались мне, что я слишком придирчиво рассматриваю вот то, что они пишут. Вот. И особенно много жалоб было в этом месте. Почему примерно восемь лет? Вы что, не помните, когда вы, как бы, стали семьёй, когда вы стали мужем и женой? Одно дело, если вы вообще плохо запоминаете цифры, это одно дело. И совсем другое дело, если вы запоминаете всё, кроме этого. Хо. У меня было два выкидыша, после чего затею с детьми мы оставили и, можно сказать, успокоились на этом. Ну, что значит, оставили затею? Затею, да. Да. Если муж хочет детей, это желание никуда не делать. Если вы хотите детей, это желание тоже никуда не делать. То есть у вас выкидыши, это определённые проблемы, которые нужно решать. Вот. Затею с детьми нельзя просто взять и оставить. Далее вы пишите, однако мне мало лишь только его общения. Здесь у меня возникло такое ощущение, что вы как будто ведёте какой-то диалог с кем-то. Потому что, однако, мне мало лишь и его общения, более логично было бы, если бы вы перед этим дотронули тему общения. А вот. Могу, конечно, предположить, что вы это сказали в контексте того, что мы, в принципе, счастливо живём. Но если так, то это не может быть счастливым проживанием, потому что вам мало только его общения. Я часто изучаю форумы, различные чаты по интересам. Это нормально. В этом нет ничего плохого. Дал же ваши виртуальные знакомства с интересными мне мужчинами. Ну, здесь, опять же, важен критерий интереса, да. То есть, если интересные мужчины, как кто. Как, например, партнёр по интересам, да не вопрос, общайте, общайте сколько угодно. А если интересные мужчины, как мужчины, это да, это уже проблема. Просто в разные периоды были, была увлечена разными. Ну, вот увлечение, это, опять же, если это любовное, эмоциональное увлечение, то это очень тревожное. С некоторыми мужчинами я вела довольно откровенные беседы. Ну, об этом я уже говорил. Возможно, даже было состояние влюблённости и какого-то внутреннего подъёма от этого общения. Об этом я тоже говорил. А я человек творческий, художник, а также директор. Периодически нуждаюсь в подобной эмоциональной подпитке. Ну, я, конечно, не знаю. Но выглядит это так, как будто вы оправдываетесь. То есть, оправдываетесь в своё вот это, в своё вот это увлечение. А муж, почему эмоционально вас не подпитывает? Ну, если вы выбрали как-то, значит, он вас эмоционально не подпитывал. Вот. Или вы считаете, что ваш муж только из-за того, что вы творческий человек должен мириться с тем, что вы взлетуете и откровенничаете с другими мужчинами? Ну, не знаю. Не знаю. Это вопрос, скорее, к вашим ценностям и к тому, как вы видите своего мужа. Последнее моё виртуальное общение несколько подтянулось. Вроде бы беспокоиться не о чем, но к человеку я уже достаточно эмоционально привязался и не представляю своей жизни без него. Но я вам здесь могу сказать, что, по сути, вам определённо чего-то не хватает с мужем, вы это игнорируете и пытаетесь восполнить это с другими мужчинами. Но, по сути, всё это недооценивание себя. Я верю в реинкарнацию. Вещите вы. Ну, пожалуй, я не буду это комментировать никак, потому что вопрос веры – это личное дело, и до сих пор пока вы не зададите вопрос прямо относительно неё. Я не буду ничего говорить. Вот. Надеюсь, мои коллеги поступят так же. Я скажу только то, что вы обесцениваете свою веру, называя это бредом, вот, что, как бы, точно говорит о том, что вы себя недооцениваете. То есть, ну, вот вы верите во что-то, это ваше личное дело, во что вы верите. Но если верите, верите на 100%, верьте на 100%. То есть, нельзя верить, будучи неуверенны в этом. Если вы верите, но вы неуверенны, значит, вам эта вера для чего-то нужна. То есть, вы образуете ей какие-то свои поступки. Вот. Вот и всё. Дальше. Я не верю в моногамные отношения. Ну, опять же, понимаете, верю-не верю, здесь, скорее всего, исходит из вашего опыта, либо из ваших желаний, либо из желания оправдаться. Понимаете? Можно верить, можно не верить, полигамные отношения есть. Что там люди думают, мы никогда не узнаем. Людей можно следить только по поступкам. Но лично я знаю людей, которые жили в полигамме и хотели полигамме, и никого, кроме друг, кроме своих партнеров, больше не хотели. Могу ли я назвать эти отношения наиболее гармоничными и спокойными и счастливыми? Да. Вот и всё. Даёт ли моногамность такие ощущения? Нет. Считаю, что любая женщина и любой мужчина когда-нибудь в жизни мечтает о ком-нибудь другом. Об этом я сказал. Просто некоторые... Так, ну я не буду опять же это читать, да? Тут как бы вы, в принципе, в принципе... В принципе вы раскрываете свою позицию, да? На вопросы, на ваши я вам ответил. Вот. В целом, так. Надеюсь, что это было полезно. А если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я просто перец. В общем, давайте unity комфорт. Я желаю вам обязательно, конечно. Продолжение следует...